Напомню, что это как раз логики бандеровцев, аттентата, то есть совершение громких политических преступлений. Именно такой бред после крушения Пригожинского самолета начала распространять российская пропаганда. И это при том, что даже так называемое следствие никакую Украину и близко ни в чем таком не обвиняет. В Западном межрегиональном следственном управлении Следственного комитета сообщили, что для версии о теракте пока нет никаких оснований. Поэтому было возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности и эксплуатации транспортного средства, приведшее по неосторожности гибели двух и более лиц». Ну разумеется, среди российских масс версия про якобы украинский след разлетелась буквально как пирожки. Уж слишком тщательно промывали их мозг последние 10 лет. Слушайте, украинцы сходят с ума. Вчера они запулили беспилотник. Я испугался в 3 часа ночи в Москва-Сити. Сегодня они сбивают самолеты с Пригожиной. Это как вообще? Кто-то в России, наоборот, обвиняет в убийстве Пригожина лично Путина. И даже не стесняется сказать об этом на камеру. В России у него врагов много. Я не буду, конечно, называть кто. Но есть у него враги, которые, когда мятеж начался, он в подвале прятался. Перед дня его не могли найти. Впрочем, что именно о крушении самолета Пригожина думает российское большинство, по большому счету, не имеет никакого значения. Во время июньского бунта массы в который раз продемонстрировали свою абсолютно рабскую инертность. Поэтому в этом вопросе Кремль на них даже оглядываться не обязан. Месседж в виде убийства или якобы убийства Пригожина направлен не на инертное большинство россиян, а на тех, кто может захотеть стать новым Пригожиным. А таких пруд пруди. Вооруженные силы Украины медленно, но уверенно двигаются к освобождению Мелитополя и перерезанию сухопутного коридора из России в Крым. Каждый день в самой России взрываются военные аэродромы. А над Москвой беспилотники летают уже чаще, чем мухи. Хотя, казалось бы, мух там должно быть. Очень много. Так вот, российские элиты, особенно силовой блок, все чаще думают не о том, как завтра они будут делить Украину, а о том, как завтра они будут делить Россию. Ведь Путин слабеет с каждым днем. И надо успеть урвать как можно более жирный кусок с имперской поляны. Урвало. И, конечно, кто-кто, а Путин это понимает. Ведь после бунта за ним закрепился статус «дважды опущенного». Опущенный пахан уже не пахан. Именно поэтому для Путина так важно было показать своим элитам, что с ним, ну, вроде как, нельзя поступить так, как поступил Пригожин. И продемонстрировать, что он какой-никакой стерх. Ну и, конечно, на эмоциональном уровне Путину было откровенно стыдно перед всем миром за то, что какой-то повар, пускай и с кувалдой, но все-таки повар превратил его в дедушку для битья. А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. Не для этого Путин 20 лет пугал мир ядерным оружием и убивал своих оппонентов по всему миру. В общем, после Пригожинского мятежа Путину очень понадобилось показать всем, ну, на Западе и внутри Кремля, что у него есть еще порох в пороховницах и что он может точно так же убивать, как и раньше. И вот, с крушением Пригожинского самолета у Путина это вроде как должно было получиться. Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Но, конечно, как любят говорить граждане страны-агрессора, не все так однозначно. К так называемой гибели Пригожина возникло слишком много вопросов. Во-первых, почему для этого понадобилось целых два месяца? Почему бунтарь Гиркин, назвавший Путина ничтожеством и призвавший его отказаться от власти, оказался за решеткой спустя всего три дня после этой публикации, а мятежник Пригожин, оскорбивший Путина намного серьезнее, целых два месяца катался то по Беларуси, то по Африке, то по самой России? Почему Путин целых два месяца терпел звание ни на что не годной хромой утки, которая не контролирует собственное государство и не способна не только пресечь мятеж, но и даже просто наказать мятежников постфактум? Вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно прощать? Предательство. Кто-то считает, что именно столько времени понадобилось Путину и его команде, чтобы разоружить вагнеровцев, но чтобы после ликвидации Пригожина они не могли совершить следующий бунт. Все отлично, но вагнеровцы были разоружены еще в начале июля. Вот о чем 12 числа отчитывались в так называемом Министерстве обороны России. Вооруженным силами Российской Федерации в соответствии с планом завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы вагнер. Переданы более 2000 единиц техники и вооружения. Кто-то же говорит о том, что все это время Путин усыплял бдительность Пригожина для того, чтобы тот расслабился и его можно было убить. В ответ на это хочу напомнить вам всем вот об этой фотографии. Она тоже сделана в первой половине июля. И, как видите, на ней сидящий в нижнем белье Пригожин выглядит вполне себе расслабленным. Скажите мне, если одного из главных террористов России, плотно окруженного на тот момент тысячами других террористов-вагнеровцев, можно было сфотографировать с расстояния в несколько метров в одних трусах и выложить эту, ну, как бы компрометирующую фотографию, не опасаясь никаких последствий, то неужели его нельзя было убить? Конечно, можно. Пригожина можно было ликвидировать, начиная ровно с того момента, как он вышел из штаба Южного военного округа в Ростове вечером 24 июня и сел в свой внедорожник. Но почему же его не ликвидировали? Почему все эти два месяца происходила какая-то непонятная возня, в которой Пригожин то возвращал себе изъятое в ходе обысков имущество, то получал новые госконтракты, то появлялся в неприглядном виде в белорусском полевом лагере, то, наоборот, возникал на форуме «Россия-Африка» в образе чуть ли не прямой альтернативы Путину. Моя версия такова. Все это время Путин с Пригожиным понятийно разбирались, как быть дальше. И предполагаю, что в этих разборках Пригожин сознательно затягивал время, понимая, что оно играет против Путина. А Путин, наоборот, пытался окончательно решить Пригожинский вопрос как можно скорее. Предметом разборок было только одно – будущее лично Пригожина, ну и, возможно, вот этого его ближайшего окружения. Опять-таки, почему Путин вообще вел переговоры с вроде как предателем? Моя версия, как и прежде, у Пригожина, как некогда приближенного к Путину лица, был очень серьезный компромат на хозяина, который должен быть опубликован в случае гибели Пригожина. В результате чего Путину должно стать даже больнее, чем после событий 24 июня. Ну и вот, спустя два месяца долгих разборок, дележа имущества, протаптывания крысиных троп для Пригожина, его самолет падает. Был ли на борту сам глава террористической ЧВК Вагнер? Проверить невозможно. Нет, ну, конечно, можно поверить на слово Следственному комитету России. Главным следственным управлением Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела по факту авиационного происшествия в Тверской области. В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Но если мы верим такому источнику, как Следственный комитет России, то давайте не будем игнорировать и вот этот источник. Евгений Пригожий, Евгений Пригожий. Погиб ли он? Или он жив? Где-то скрывается? Это все еще интересует всех. Хорошо. Сейчас начинаем первую карту. Что сейчас представляет из себя Евгений Пригожий? Человек с деньгами. Где сейчас находится Евгений Пригожий? Вот сейчас очень важно. Евгений Пригожий находится в какой-то теплой стране с большой и обладает властью и силой. По крайней мере, лев это всегда сила при нем. Возможно, есть женщина. Еще раз. Пригожий умер? Нет, не умер. Можете смеяться сколько угодно, но я скажу абсолютно серьезно. Лично я, гадалок из тиктока, ловил на вранье реже, чем я ловил на вранье Следственный комитет России. Впрочем, скорее всего, и у вас та же самая история. Но, разумеется, никаким гадалкам я сейчас верить не призываю. И ни в коем случае не утверждаю, что Пригожин обязательно жив и что рядом с ним находится женщина и лев. Нет, я лишь утверждаю, что мы не можем с полной уверенностью сказать, что Пригожин мертв. Вы что, с ума сошли, что ли? Еще раз вам говорю. Это не мое вообще. Это однофамилия. Вы услышите меня? Я вам гарантирую, что это не я. Но вы точно людей не убиваете, не? Не душегуб? Вы-то издеваетесь, что ли? Хорош вам, ну хватит вам. Ну, правда, это уже не смешно. Я занимаюсь музыкой. Только одно другому не мешает. Он говорит, Чикатило тоже музыка. Нет, мне мешает. С немалой долей вероятности, крушение Пригожинского самолета было просто согласовано и инсценировано Пригожиным и Путиным. Сам главарь Вагнера, записавший за несколько дней до этого видео из Африки, мог оттуда просто не улетать. В этом плане ему даже легче, чем немецким нацистам после Второй мировой. Африку, где Пригожин совершал военные преступления, он и так довольно неплохо знает. Он имеет личный контакт с руководством ряда самых нищих стран и, несомненно, давно обзавелся рядом конспиративных квартир, пещер или лошадиных туш, как Леонардо Ди Каприо в фильме «Выживший». Ну, а со сменой внешностью Пригожина вообще никаких сложностей возникнуть не должно. У него есть много африканских или около африканских образов. Так что же, если Пригожин жив, то рано или поздно он совершит феерический камбэк в рамках шоу «Точь в точь». И прямо оттуда, из Останкина, начнет свой новый поход на Кремль. Нет. Я думаю, если Пригожин и воскреснет, то это произойдет только после ликвидации Путина и начала тотального хаоса в России. Скрываться тогда уже смысла не будет никакого. Так что Пригожин возникнет где-то на границе и сразу же объявит свой новый марш на Москву. Конечно же, под красивым названием «Марш спасения России». Хотя, конечно, это будет еще то телешоу. Чивака Вагнер проводит РПД. Делает Россию еще более великой. В любом случае, я думаю, это вероятно, но очень маловероятно. Самому мне не очень верится в такой сценарий. Но вот тут надо только напомнить, что мне, как, наверное, и многим из вас в свое время, также не очень верилось, что Пригожин при живом Путине может устроить настоящий мятеж и дойти маршем до Московской области. И что Россия в 21 веке способна вторгнуться в Украину и начать геноцид украинского народа. Хотя, теперь, постфактум, это уже, конечно, выглядит как довольно очевидная вещь. В общем, к чему я это все? По большому счету, сейчас не так важно, жив Пригожин и его ближайшее окружение или нет. Факт остается фактом. Путин кое-как смог продемонстрировать миру, что он все еще тот самый Путин, что он все еще в седле. Убийство, или же псевдоубийство, было совершено максимально демонстративным способом. Возможно, Путин даже выдумал какой-то символизм в том, чтобы именно сбить самолет Пригожина именно из системы ПВО. Ну вот точно так же, как сами вагнеровцы по приказу Пригожина один за одним сложили более десятка самолетов и вертолетов вооруженных сил России 24 июня. Но вот принесло ли это все ожидаемый эффект? Ожидаемый Путиным эффект? Стали ли его снова бояться так, как боялись до 24 июня? Ну или хотя бы опасаться так, как опасались? Конечно, нет. Два месяца унижений, хаоса, новых позорных кличек, два месяца публичных сюсюканий с предателями. Все это оставило намного более сильный отпечаток, чем крушение самолета Пригожина. Я девочка, припевочка, танцую и пою. И знаете, что самое интересное? Что даже сам Путин это понимает? Почему похороны руководства ЧВК Вагнера проходили в условиях строжайшей секретности? Почему эти кладбища были отцеплены ОМОНом? Почему с героем России не дали попрощаться россиянам? Чтобы возникло еще больше сомнений в том, что Пригожин действительно ликвидирован? Конечно, нет. Путин запретил проводить массовые мероприятия на этих похоронах, потому что там собралось бы слишком много существ. Существ, которые ненавидят Шойгу, Герасимова, публично обвиняют российское руководство в гибели своих близких, а Путина, даже пускай тайком, но обвиняют в гибели Пригожина. Когда они увидели бы, сколько их, в этих черепных коробках при всей их примитивности моментально появилась бы мысль. Ребята, так нас же много, нас рать, мы много можем. Да, Пригожина убили, но осталась же куча других маньяков, которым можно поклоняться, чего стоит один Гиркин, который, по сути, продвигал те же самые идеи и имел те же самые психические отклонения. Разве не таким должен быть наш национальный российский лидер? Разве нас недостаточно много, чтобы вызволить многострадального Игоря Ивановича из СИЗО? Тем более, что у половины из нас есть оружие. В общем, как ни крути, Путин страшно боится нового бунта, ну или даже намека на бунт. И правильно делает. Ведь чем дальше вооруженные силы Украины ведут контрнаступление, тем больше предпосылок для мятежа. И не только потому, что Украина освобождает свои территории, нанося таким образом страшный удар по имперскому самолюбию, но еще и потому, что Украина в ходе этого освобождения наносит непоправимые потери российской армии. Это абсолютно уникальная военная операция, примеров которой в истории просто не существует. Наступающая сторона мало того, что способна продвигаться, имея примерно равные силы с обороняющейся стороной, а не один к пяти, как это принято, военными доктринами. Украина мало того, что успешно осуществляет эту операцию в условиях превосходства России в воздухе, но и самое главное – наступающая армия наносит обороняющейся армии большие потери, чем обороняющейся наступающей. Это уникальный случай, который военные историки уже вписали в учебники. Почему так происходит? Ну, наверное, потому же, что и все победы до этого. ВСУ – более современная армия, как в плане командования, так и в плане военной техники. ВСУ воюют на своей земле и за свою землю, и за свой народ. А также ВСУ воюют за свободу всего мира и за цивилизацию. Именно поэтому нас поддерживает весь цивилизованный мир. Чем дальше, тем больше. Сегодняшняя история из моих любимых ингредиентов. Первое. Настоящие русские неонацисты из ДШРГ Русича. Пожалуй, единственный из всей российской армии, кто не стесняясь говорит о том, что они неонацисты. Остальные нацисты, которые себя не признают нацистами, а эти говорят – да, мы нацисты. Второе. Любовь любителей русского мира к Европе и попытки туда въехать. Третье. Тупость неонацистов, которые думали, что сейчас все за закрытыми дверями порешают. Четвертое – практика российского МИДа, основной лозунг которого звучит, как «своих всегда бросаем». Пятое – собственно, отказ воевать и попытка выставить ультиматум со стороны ДШРГ Русич к российскому руководству. Ну и шестое – самое приятное торжество справедливости, что неонацист-искорист ДШРГ Русич будет передан Украине, где над ним будет совершен справедливый суд. Это всегда приятно. Хорошее окончание истории. Итак, вы на канале Майкла Наки, и вы можете помочь распространиться этому видео, этой замечательной истории, с помощью лайка, комментария, подписки, ну а также поддержать канал финансово. Патреон, ссылка в описании. И суперспасибо, кнопка с долларом под видео. Вас, наверное, немного утомляет, что я каждое видео это говорю, но сами понимаете, если вы не понимаете, откуда деньги у того или иного канала, то значит, ему платит кто-то, кто вряд ли работает в ваших интересах. Мне платите вы, поэтому я работаю исключительно для вас, и никто за мной не стоит. Итак, что же произошло? В Финляндии задержан гражданин Российской Федерации, и, собственно, это не просто гражданин, это участник ДШРГ Русич, один из сооснователей вместе с Мальчаковым, этой самой ДШРГ Русич. Неонацист, за плечами которого пытки, за плечами которого трупы, в том числе гражданских, за плечами которого всевозможные выражения о том, что надо и опыты проводить над любым небелым населением и много чего еще. ДШРГ Русич – это такое образцово-показательное российское подразделение, в котором прям вот квинтэссенция всего того, что вообще приходит в голову при слове неонацизм. Формально ДШРГ Русич существует немножко обособленно, но глобально оно, конечно, в структуру Минобороны входит, то есть являясь добровольческим объединением. И на самом деле Россия пытается делать вид, что их не очень существует, но каждый раз, когда кто-то замечает вообще существование ДШРГ Русич с их откровенно нацистскими взглядами, этим людям говорят, типа, не бузите особо. Например, Анатолий Виссарман, на моей памяти, который сейчас, не поверите, депутат Госдумы, посылал запрос, что, ребята, нормально, что у нас вообще в Украине работают такие неонацисты, которые не скрывают своего неонацизма, призывают убивать мирное население Украины и убивают его в том числе. На что ему сказали, Анатолий, Анатолий, давай, потише, тише будь. Поэтому все о существовании этого ДШРГ Русич внутри российского руководства знают, Минобороны про это знают, но от российских граждан, от российских телезрителей существование этой ДШРГ пытаются скрывать. Ну или как минимум не афишировать, потому что сложно рассказывать о демицификации, когда за вас воюют настоящие нацисты. Это не просто ребята с какими-нибудь наколками, которые отсылают к Германии периода Гитлера, а настоящие неонацисты с неонацистскими взглядами и с желанием убивать людей, в том числе гражданских, и не только с желанием, но и с реализацией этого желания. Итак, что же с ними произошло? В общем, один из сооснователей этой ДШРГ Русич оказался, не поверите, в Финляндии. Ну, давайте эту историю послушаем из первоисточника. Собственно, ДШРГ Русич вместе с телеграм-каналом Грейзон решили придать эту историю огласке. После того, как информация об аресте этого человека начала просачиваться в СМИ, сначала в финские, а потом и дальше, они решили все-таки выступить с заявлением. И оказалось, что это история, которая разворачивается не первую неделю. Мягко говоря, захватывающая. Итак, вот что пишет телеграм-канал Грейзон и подтверждает ДШРГ Русич. В сети распространяется новость о том, что в Финляндии задержан гражданин России, а МИД РФ, в свою очередь, принимает меры помощи. Но эта новость уже не новость. На самом деле ситуация обстоит следующим образом. Гражданин России Петровский Ян Игоревич, позывной славян, был задержан в Финляндии уже более месяца назад, 20 июля. Тогда же мне об этом и написал мой хороший товарищ Алексей Мельчаков, позывной «СЕРП», командир ДШРГ Русич. Это, наверное, главный путь вообще, который существует во всех российских подразделениях, но если мы не берем расчет Владимира Путина и высокопоставленных генералов. Бойцом которого и является задержанный славян. Ну, в смысле ДШРГ Русич. Даже несмотря на то, что ранее Ян Петровский с довоенных времен имел, сейчас лишен ВНЖ в Норвегии, тот воюет добровольцем на Донбассе с 2014 года. Потом воевал за Россию в других точках мира и вот снова вернулся на войну на Украине. На момент задержания он был помещен в Центр содержания мигрантов в Финляндии. Причина его задержания называется нечто как нарушение миграционного законодательства Шенгенской зоны. После задержания его жена, которая ехала с ним для решения вопросов с учебой и последующим возвращением в Россию, это говорит о том, что выезд не был с целью отдыха или миграции, сразу же уведомило об этом российское консульство, как и его уведомила финская сторона. Но МИД РФ не отреагировал на это ни в публичном, ни в закулисном формате. Вообще никак. С 20 июля Ян Петровский не был посещен ни российским консулом, ни адвокатом. Несмотря на то, что жена славяна самостоятельно стучалась в письменном виде и в МИД, и в администрацию президента Российской Федерации. Сегодняшняя публичная реакция на ситуацию от МИД РФ связана лишь с тем, что Яна Петровского перевели в тюрьму, где по последним новостям его будет ожидать вовсе не депортация в Россию после уплаты штрафа, а экстрадиция, которую уже сбросила Украина. Напомню, что русское добровольческое подразделение до Шерга Русич, а также его командование в лице сербы и славяна находится под санкциями США и ЕС. А на Украине их экстрадицию ждут так же, как россияне ждали суда над командованием Азова. Только судьбу азовцев мы видели. Теперь посмотрим, как государство вступится за русских добровольцев. Спешу опередить вопрошающих. Ну, зачем славян поехал через дружественную Финляндию? Ответ не знаю. Возможно, переживал за жену, которая была одна в вопросе с поездкой. Но даже, возможно, опрометчивый поступок Яна, не повод бросать русского в беде. Славяну грозит экстрадиция на Украину или напрямую, или через третью страну по фиктивно созданному уголовному делу производства. Экстрадиция на Украину это равнозначно 15-20 годам, а то и пожизненный срок, заключает Грайзон. Я не знаю, на сколько их уровнях потрясающая эта ситуация, и что меня в ней даже больше веселит. То, что Грайзон пытается намекать, что этого человека задержали незаконно, при том, что он находится под санкциями ЕС и США. Ему запрещен въезд на территорию Евросоюза, не говоря уже о том, что это военный преступник, которому по-хорошему должен судить трибунал. Человек, который совершал военные преступления, убивал людей, сам в этом признавался, и это доподлинно известно. Ну, то есть, это уморительно же, как Грайзон апеллирует какой-то законности еще к чему-то, при том, что, кстати, с юридической точки зрения здесь абсолютно все законно и прозрачно. Санкции ЕС есть? Есть. Он въехал на территорию стран ЕС и въехал. Вопросы? Какие могут быть вообще вопросы? Вопросов не может быть абсолютно никаких. В общем, с другой стороны, что еще смешит, это, конечно, очередное нытье по поводу того, что российский МИД ничего не делает. Друзья, значит, ролик своих бросай на моем канале вышел, дай бог памяти, значит, по-моему, в 2020 году, то ли в 2020, то ли в 2021, я не помню, где я рассказывал, что российский МИД при всей своей браваде никогда не заступается за российских граждан. Никогда. Единственное, что иногда происходит, это российское руководство принимает решение, что тот или иной гражданин нужен им, российскому руководству, и тогда начинаются процедуры обмена и прочее-прочее. МИД во всех этих ситуациях в лучшем случае корчит важное лицо. Тогда я рассказывал это на примере с Марией Бутиной. Той самой Марией Бутиной, которая сейчас такая, оп, депутатка она там, или что, с куклами Барби борются? А тогда была история, что ее задержали в американской системе правовой, то есть в Америке, ее задержали за то, что она фактически вела шпионскую деятельность на территории Соединенных Штатов. По наставлению экс-сенатора Торшина, который ее буквально клал под высокопоставленных американских мужиков, ну, как бы, из песни слов не выкинешь, вот так было, она в этом обвинена и вину свою признала, для того, чтобы она выведывала какие-нибудь секретики. Надо сказать, что там тоже все организовано было очень плохо, и с шпионской точки зрения в итоге она никакой важной информации не получила, но суть не в этом. Она в итоге оказалась в американской тюрьме вот за всю вот эту свою деятельность, за шпионскую фактически, полностью, опять же, юридически не подкопаться. И тогда она и ее родители запрашивали какую-то помощь со стороны МИДа, со стороны Торшина, экс-сенатора, но все послали их, сказали, нет, деньги собирайте сами, все делайте сами, никакого адвоката предоставлять мы вам не будем, но единственное, что сделал МИД, это поставил в какой-то момент Бутину на аватарке в какие-то свои соцсети, при том, что родственники Бутина, отец Бутина, говорил, что никакой помощи от российского государства и от МИДа, в частности, не поступает. Он даже созывал пресс-конференцию, на которой говорил, дайте денег хоть кто-нибудь на адвоката, пожалуйста. Не поверите, Алексей Навальный тогда выступал за то, чтобы Бутиной хоть какую-то помощь оказали юридическую, не оправдывая ее поступки. Он говорил, ну, ребят, все-таки это гражданка странная, задержанная в другом государстве, ну, хотя бы консулу отправьте к ней, хотя бы адвоката ей наймите, вы что? Это было абсолютно уморительно. И, собственно, с того момента история про то, что своих бросаем, стала универсальной для российского государства. Точнее, она была такой всегда, но просто доходит это до людей очень медленно, потому что публично, конечно, своих не бросаем и прочее, прочее. Это такие публичные лозунги Российской Федерации официальной машины, которая не имеет никакого отношения к реальности. И, собственно, в очередной раз, значит, члены партии людоедов выступили против поедения людей. Ну, то есть, ДШРГ Русич, теперь, видите, плачется и говорит, что как же так, консула целый месяц не пускали. И с самого начала всей этой ситуации, когда еще вот этот вот Петровский попал в центр временного содержания, видите, они говорят, мы не публичили эту историю. Ну, то есть, они надеялись, что удастся как-то договориться с российским МИДом, еще с каким-нибудь. Вообще, глобально мало чего может спасти этого самого Петровского. Есть скан документа, похожего на реальный, который также публикует ДШРГ Русич, это как раз запрос на экстрадицию собственно, этого Петровского. Это нормальный запрос, потому что Петровский совершал преступления в Украине, военные преступления, и, собственно, поэтому Украина запрашивает его экстрадицию. Я бы, конечно, не сравнивал это с пленением Азова, которое было с российской стороны, объясню, в чем разница. Дело в том, что в России создается миф о том, что создавался на тот момент, миф о том, что есть злой Азов, и есть, значит, вот нормальные украинские военные, которых Путин призывал восстать против Зеленского. И Россия накачивала, 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 придавая все более сатанистские черты как раз Азову. И в итоге они сами на это напоролись, потому что, создав из Азова миф о том, что это вообще зло воплоте, что это дьяволы, что хуже них не существует, в итоге командиры Азова были обменены, причем на Медведчука. И я видел даже шутки, что давайте обменяем Петровского на Медведчука, потому что Медведчук не пригодился. И вот эти все турбопатриоты, которые там готовили суд над командирами Азова в Мариуполе, помните, клетки все строили, или еще чего-то там. Все они были вынуждены, что называется, затерпеть. И получили, опять же, такой бэклэш от своей пропаганды, потому что, когда вы долго накачиваете, вам это все возвращается. Что касается Украины и ситуации с Деширгой Русич. Украина не говорит, что вот есть конкретный Деширгой Русич, и это главная проблема. Нет, Украина говорит, прямо на нас напала Россия, на нашу территорию, на нашу страну, убивает наших людей, совершает военные преступления. Наверное, если в руки Украины попадет Владимир Путин или Сергей Шойгу, там тоже будут какие-то показательные и довольно справедливые действия. Но, с точки зрения Деширгой Русич, нет, один из военных преступников, который должен быть осужден. И, собственно, который будет осужден. Я не вижу ничего, что могло бы помешать украинской стороне получить этого Петровского. Вы бы могли сказать, Майкл, ну подожди, допустим, сейчас в игру вступят МИД Российской Федерации, российские власти, которые о чем-нибудь договорятся с Финляндией, ну, что-нибудь предложат. Или, например, похитят финского гражданина в России и возьмут его в заложники для того, чтобы обменять. Как они, например, это сделали с Эваном Гершковичем, ну, то есть, американским журналистом, которого по вот этому уж реально абсолютно надуманному делу взяли и по подозрению в госизмене сейчас держат в СИЗО, очевидно, с прицелом на какой-нибудь обмен. И почему, спросите вы, Майкл, не может то же самое сделать российская сторона с каким-нибудь финским гражданином? В теории может, но есть одна проблемка. Проблемка эта заключается в самом ДШРГ Русич. Российские официальные лица не любят упоминать про его существование. Точнее, они не упоминали ни разу. Они не хотят публичного образа, что внутри страны, что за ее пределами, где они будут спасать откровенных нацистов. Они вообще не хотят, чтобы этот славян упоминался в публичном пространстве. Поэтому про него нет новостей в официальных каких-то сообщениях СМИ. Про него не пишут большие колонки РИА Новости, не требуют его освободить Владимир Соловьев, не кричит об этом Киселев, нет этого обсуждения на НТВ или у Скобеевой. Потому что ДШРГ Русич это максимально токсичная тема, в том числе внутри российской вот этой парадигмы мифологической, которая создается. Это как свастоны, которыми изращен Дмитрий Уткин был, который ныне мертв. И даже в одном городе сказали, слушайте, уберите, пожалуйста, его портрет с Вечного огня, потому что он был нацистом, на нем были нацистские татуировки, а Вечный огонь это память о людях, которые боролись против нацизма. И мы тут опускаем момент, что Россия сейчас и занимается тем, чем занимался Гитлер, пытается уничтожить другую страну, но здесь важно понимать, что вот для нас понятно, что ДШРГ Русич, и нацисты с ДШРГ Русич мало чем отличаются от Шойгу, Путина и российской армии. Но для российского зрителя отличается. Российский зритель действительно полагает, российский зритель, которого 8 лет убеждали, что в Украине нацизм, а Россия сейчас с нацизмом борется, и вот на самом деле это не российские войска нацисты, это украинцы нацисты скажут вам, российские зрители. И вот ДШРГ Русич в эту концепцию не особо вписывается, и поэтому все, что касается ДШРГ Русич, пытаются максимально замалчать. Поэтому во вам, а не даже работа российского МИДа. Но дальше пошло еще лучше. Собственно, сделав эту историю публичной, увидев, что никакой большой реакции по этому поводу нет, ДШРГ Русич заявили следующее. А пока ситуация со славянами, пишут они, не решится в нужную нам сторону выдачи РФ, Русич прекращает выполнение любых боевых задач. Будет время отдохнуть и решить накопившиеся дела. Если страна не может защититься, своих граждан, то зачем гражданам защищать страну? Понимаете, вот когда сейчас Владимир Путин убил Пригожина, про такие, не знаю, пессимистичного вида, я бы сказал, политические аналитики, начали рассуждать, что Путин укрепился и что, значит, теперь никто никогда не пойдет против Путина и прочее, и прочее, и прочее. Но жизнь устроена несколько иначе. Дело в том, что вообще сам феномен Пригожина, нереальный Пригожин, а феномен, миф вокруг Пригожина, был выстроен на том, что есть огромное количество недовольства тем, что происходит. Только сегодня вы уже видели, что происходит в 205-й бригаде, не только в ней. Я рассказывал об этом в предыдущем ролике. Посмотрите, если пропустили, ситуация катастрофическая. На фронте все больше проблем. ВСУ освободили Работина и идут дальше. И совсем скоро могут оказаться в Токмаке. А если прям все сложится хорошо, то и в Мелитополе до конца этого наступления. И тогда наступление будет полностью успешным. И вся бравада в российской стороне будет стерта и забыта. Понимаете, проблемы продолжаются. Они никуда не делись. Они накапливаются. И недовольство этими проблемами тоже никуда не делось. И знаете как? Как вот в трубе, в которой слишком сильное давление, там начинаются прорывы. И вот, пожалуйста, ДШРГ Русич официально и публично заявляет, что воевать они отказываются. Что они, пока вот не будет решена их проблема, значит не будут выполнять боевые задачи. Но проблема не столько в том, что они не будут выполнять боевые задачи, потому что ДШРГ Русич это хоть и самое нацистское подразделение российской армии, но не какой-то системообразующий. Нет такого, что от них как-то многое зависит на фронте. Однако, если у вас есть люди с оружием, если у вас решительные есть люди с оружием, а эти ребята довольно решительные, то что они с этим оружием будут делать, куда они пойдут, сколько у них союзников и какой у них план, это вопросы, которые будут вставать перед российским руководством и перед военным в том числе. То есть, окей, у вас есть люди, которые, во-первых, и раньше писали, что, так сказать, их не все устраивает. То есть, например, они писали, когда убили Пригожина, что вот, что бывает, когда не доводишь дело до конца, намекая на то, что Пригожин не дошел до Москвы. То есть, такая мысль у них тоже есть. Ну, до Москвы они, наверное, не пойдут. У них не столько сил, сколько у Пригожина, хотя, черт его знает, если с кем-нибудь объединиться, может и получится. В итоге, короче, это новая проблема внутри фронта. Фронта, который и так трещит по швам. Фронта, где ужасные командиры, как на Херсонском направлении, о чем рассказывали, ну, вот, последние несколько дней абсолютно все Z-блогеры, ну, кроме военкоров, которые там только сапоги Путину вылизывают. У вас проблемы со снарядами, у вас проблемы с мотивацией личного состава, у вас проблемы с личным составом и его количеством, с ротацией. Ну, то есть, проблем становится все больше. Людей, обращающих внимание на эти проблемы, становится все больше. И в этом вот всем ворохе проблем вспыхивают все новые и новые ситуации. Но, почему Россия не может ступиться за ДШРГ Русич, как я вам чуть раньше рассказывал? Я вам приводил общую логику, как это работает. Ну, давайте вот несколько конкретных примеров. Есть такая, такой человек, Екатерина Винокурова. Человек судьбы, так сказать, интересной. Она изначально была такой журналисткой либеральных взглядов, оппозиционеркой в каком-то... Ну, не оппозиционеркой она никогда не была, но она, например, устраивала митинг против реновации в Москве, была с организаторой, поэтому формально является оппозиционером. То есть, организатором мероприятия, направленного против решения власти. Но, она очень всегда страдала, что у нее мало денег. Жаловалась, что она не может покупать себе дорогие сумки. Жаловалась, что живет в однушке, ей очень там тесно. То есть, ее пределом мечтания было благосостояние. Поэтому в какой-то момент эту женщину люди увидели на «Раши Тудэй». Надо сказать, что она почти ничем не занималась на «Раши Тудэй». Она выпускала четыре материала в год текстовых. Типа, вау. Но на сумки жаловаться перестала. Судя по всему, сумки появились. Когда началась война, полномасштабная война, да, так-то война в 2014 началась, и Екатерина Винокурова работала на часть российской пропаганды, которая к этой войне привела, и которая эту войну разгоняла, и сделала возможной новое полномасштабное вторжение. Ну, в общем, она как-то ушла из «Раш Тудэй», и что-то в каких-то яр-новостях она сейчас работает еще где-то, но, в общем, считается каким-то небольшим ломом, да, то есть небольшой персоной, представляющей интерес, которая что-то пишет. Вот у нее есть телеграм-канал, и вот она вдруг внезапно осознала, что в России есть нацисты, не поверите. Ну, например, ДШРГ Русич. И вот, что она написала. Знаете, я никогда вот не забуду пост, где ДШРГ Русич предлагали ставить над украинцами биологические опыты во славу доктора Менгеля. К вам, они мне, они соотечественники. Надеюсь, МИД не шевельнется ради нацистов. Мы тут на днях вроде бы вспоминали 80-летие битвы на Курской дуге. Где-то там лежит один из моих прадедов. Его еще не откопали и не похоронили. Он погиб, чтобы вот это на моей земле не было, а не чтобы это называли русскими воинами. Екатерина, и все причастны. Я уверен, что таких людей, которые меняют себя хорошими людьми, несмотря на то, что в целом остаются фарватры власти, у меня к вам несколько вопросов. А да, вопрос первый. Скажите, пожалуйста, а вы в первый раз услышали брат ДШРГ Русич? То, что вы пишете, что вы помните их пост, означает, что вы знали про их существование. А что молчали-то? ДШРГ Русич воюет в этой полномасштабной войне, именно после полномасштабного вторжения чуть ли не с первого дня. Да чего там, они с 2014 года занимаются всем вот этим вот. От имени российского государства, формально входя в состав российского государства как военное подразделение. Так чего, Екатерина, сейчас-то у вас сердечко заколотилось? Почему вы не орали и не кричали, что нацисты в России, а то, что Россия уничтожает жилые дома, а то, что Россия похищает украинских детей, индоктренирует их в специальных лагерях, ничего не напоминает Екатерина, заботишься о памяти прадеда? Нет? Не приходит никаких ассоциаций в голову? Чего вы сейчас-то запели? Вдруг внезапно осознали? А с чем связано ваше просветление? И может быть, оно и дальше пойдет? Может быть, вы поймете, что и у власти, может быть, нацисты, которые говорят про уничтожение украинского государства, Дмитрий Медведев, может быть, который постоянно рассказывает, как надо убивать всех и каждого, Маргарита Симоньян, которая рассказывает, что законы не должны работать, ими можно поступиться? Нет? Ну ладно, не будем забегать вперед, может, еще дойдет, когда вас хозяйство дойдет, вы все это знаете, прекрасно, просто вы продали свои ценности, вы продали своего прадеда для того, чтобы купить несколько красивых сумочек. Живите с этим, просыпайтесь с этим, в зеркало смотрите и помните об этом, у вас нет возможности никаким образом это исправить или об этом забыть. Можно попробовать искупить свою вину, но я не думаю, что у вас хватит на это смелости, чести или совести, поэтому просто каждый раз вспоминайте об этом, засыпая, просыпаясь, что прадед ваш, вас бы первой палкой по голове огрел. Ну, а дальше началось в ее телеграме замечательно, например, она написала следующее сообщение, в комментарии пришли нацисты, чищу каждую минуту, не знала, что в России столько нацистов, мне от этого очень больно, ах, не знала, не знала, что столько нацистов, а кто помогал сделать так, чтобы их столько было, а кто рассказывал про то, что надо вот в Украине там все, чтобы Россия порешала и Крым российский и прочее, прочее, а? Не ваш ли хозяйка Маргарита Симоньян? Да, бывшая, вы скажете, вы ушли после начала полномасштабной войны, но война началась раньше, и работали вы на нее раньше, и рассказывали вы там всякое, защищая ее и всю эту власть, и до сих пор рассказываете, оправдывая и решения Путина, и прочее, прочее. Ах, не знала, что столько нацистов в России, да в какой же России ты так дожил? Ну, то есть, Мельчаков и Петровский в 2014 году создают ДШРГ Русич. Они, ну, изначально состояли из ультраправых боевиков, хотя это даже не ультраправые, это вот прямо неонацисты. Это формирование, оно изначально входило в известную ГБР Бэтмен, которая орудовала в Луганске, держала фактически его в страхе. Они делали в подвалах пыточные, под разными предлогами похищали мирных жителей. Некоторых из них казнили, забивали досмерть. Это все известно, это происходит с 2014 года под патронажем российского государства. Не говоря уже о том, это я делаю вот эти вот уточнения, да, для тех, кто почему-то думает, что Мельчаков от Путина чем-то отличается, что Славян чем-то отличается от Шойгу, что то, что делает российское государство в Украине не является само по себе фашизмом как минимум, нацизмом как максимум, то есть стремлением уничтожить целую нацию именно это и делает Владимир Путин и своими словами про то, что этой нации не существует и ракетами по жилым домам и ракетами по гражданской инфраструктуре пытаясь просто сделать так, чтобы Украина не могла нормально жить. Ну, в общем, подытоживая всю эту ситуацию, как вы видите, нацисты стремятся в Европу, там их принимают, после этого нацисты удивляются, надеются на российское государство. Российское государство посылает их в потому что российское государство делает вид, что оно не нацистское. И в итоге у нас новая проблема для России на фронте, где есть ДШРГ с большим боевым опытом, мы не знаем с каким количеством техники, с каким количеством личного состава, с каким количеством стрелковки и всего остального, но получаем ДШРГ Русич, которые говорили, что Пригожин зря не дожал, которые особо не питают симпатии к российскому руководству, которые говорят, что они не будут воевать, пока не решится их проблема, а их проблема не решится. Значит, дальше перед ними будет выбор все складывать и уходить, там продолжать воевать, терпеть, что называется, ну то есть типа выставить ультиматум и его не исполнить, или пытаться воздействовать на российское государство по-другому. Вряд ли открытыми письмами это уже не очень работает в современной России, современная Россия понимает только язык силы. Ну а с вами был Майкл Наки и до скорых встреч, всего доброго, пока.